Вы так страшны, как о вас говорят? И да, и нет. Я проник в миллионы людей, но многие из них научились существовать со мной и обходить меня. У них рождаются здоровые дети. Они не передают меня другим людям, потому что они знают, лучше вам со мной не встречаться. Болезнь, о которой важно знать все и при этом никогда не встречаться с ней лично. Каждый час в России вирусом иммунодефицита заражается 10 человек. 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. В Кохомском индустриальном колледже этой теме посвятили целое занятие. Волонтеры, студенты медакадемии, рассказали учащимся, чем ВИЧ отличается от СПИДа, как себя обезопасить, куда обратиться и почему важно знать свой ВИЧ-статус. Обсудили, что это не так страшно, как представляется, и через какие пути можно заразиться, и через какие не заразиться. Потому что многие ошибаются, что если это больной ВИЧ-инфицирован, то его можно считать изгоем, с ним не общаются, тоже через рукопожатие некоторые считают, что можно передаваться. Носители ВИЧ никакие не изгои. Напротив, они нуждаются в поддержке общества и опасности для него не несут. После небольшой лекции волонтеры ответили на вопросы студентов, провели анонимное анкетирование. Да вроде затруднений никаких не было, потому что нам все сейчас объяснили, и половину нам родителей рассказывали, мы знаем. В школах тоже такие же проводились. Тут вроде все легко и просто. Просто надо ответить, да или нет. При ВИЧ-инфекции иммунная система вот эта затруднила, потому что не говорили про это, я не слышала ни разу. Но я думаю, что да, поражает, потому что это все-таки болезнь, и каждая болезнь поражает иммунную систему. Как раз-таки иммунную систему ВИЧ и поражает. Она утрачивает свою главную способность защищать организм. СПИД – это уже последняя стадия. И, кстати, от него никто не умирает. Причиной летального исхода может быть любое заболевание, которому организм просто не сумел противостоять. Профилактическая акция «Красная ленточка» прошла в этот день на Шереметьевском проспекте. Специалисты спеццентра и волонтеры раздавали листовки с информацией. Здесь помочь вызвали студенты медицинского колледжа. С ребятами был проведен инструктаж, что говорить, как себя вести, потому что люди по-разному реагируют на эту информацию. Поэтому дети готовы. Прохожие действительно реагируют по-разному. Одни даже от буклета отказываются, другие соглашаются и на анкетирование. Существует ли прививка от ВИЧ-инфекции? Слышала, что да. Передается ли ВИЧ-инфекция половым путем? Да. А через укусы насекомых? Нет. При чихании или кашле? Ну да. А при поцелуе? Нет. Если бы существовала прививка, то СПИД не уносил бы за собой тысячи человеческих жизней. Болезнь не передается воздушно-капельным путем, то есть при чихании и кашле. Риск заразиться через поцелуй также практически полностью отсутствует. Чтобы инфицироваться, нужно выпить три литра слюны. Стоит признать, уровень осведомленности ивановцев далеко не стопроцентный. Я просто не помню из ВИЧ и СПИД, что через что передается. Поэтому только поэтому путаюсь. Все. А так что, знаете, это какой-то болезнь излечимая или излечимая? Я в медицине, ну, информацию по медицине не знаю. Может уже излечимую. За годы работы СПИД-центра в Ивановской области зарегистрировано 9190 носителей ВИЧ. Почти 2000 пациентов уже умерли. Чтобы не допустить распространения инфекции, меры предосторожности должен соблюдать каждый. Когда мы говорим и информируем население, какие же пути распространения ВИЧ-инфекции, как раз мы этим и предупреждаем, что не нужно делать. То есть не надо принимать инъекционные наркотики, предохраняться. И, естественно, если женщина становится беременной, обязательно проходить обследование на ВИЧ как минимум два раза. Но мы призываем даже, чтобы в период беременности тест на ВИЧ осуществляли беременные женщины три раза. С этого года Министерство здравоохранения утвердило для регионов показатель информированности населения. В каждом субъекте не менее 84% жителей должны знать о СПИДе. В начале года мы проводили анкетирование. Оно показало, что информированность была не выше 60%. По итогам 9 месяцев эта цифра уже приблизилась к 80%. Но это данные анкетирования. Надеемся, конечно, что так на самом деле и есть. В день борьбы со СПИДом процент информированного населения, несомненно, увеличился. Более 40 школ и других образовательных учреждений провели уроки здоровья. Главное – не забывать применять эти знания в жизни. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.